Зачем нужна философия? Серж 13 и Старый Канал, Израиль. В качестве вступления небольшой отрывок из трагедии Шекспира о Юлии Цезаре. Брут. О, Касси, как же много... Брух! Прошу прощения. Ладно, я знаю, я знаю, глупая шутка, медаль отдаю, короче, медаль, всё, я не выдержал. Первые 4 минуты стрима, а я уже потерял медаль, ребят, я знаю, бывает. Горя у меня, Касси, если пред бедами случайными ты падаешь так духом, то где же философия твоя? Эта четверостишья и натолкнула меня на создание данного вида. Грут. Я есть грут. Вопросы я поставлю такие. Что такое философия? Зачем она нужна? Какая философия правильная, а какая нет? И кого может считать настоящим философом? Я осознать, я не смотрю ни в какие википедии, словари. А это правильно, потому что с википедиями и словарями всё не очень однозначно, особенно по такому многозначному термину, как философия. То есть, если мы в некоторых случаях, ну, можем доверять объективно словарям, ну, просто потому что, ну, допустим, там, не знаю, некоторые слова используются вроде бы всеми плюс-минус в каком-то похожем, одинаковом смысле. Слово-философия вообще в разном используется. А, тот самый человек, который наезжий обзор записывал и правильно делал. Просто тут вообще вопрос о том, а что такое философия. Потому что, знаете, вот у нас есть люди, которые считают, что философия это просто, блядь, аргументация, например. Просто аргументируй, и ты уже философ. Потому что уверен, что и сам способен всё сформулировать. Итак, что такое философия? Так, интересно. Философия это система понимания мира, которая даёт ответ... Единая система, да? По-моему, нет. Просто, по-моему, опять же, когда кто-то пытается описать философию как единую систему, он попадает в небольшую ловушку. Если бы мы хотели объяснить, что вот у каждого человека есть своя система понимания мира, мы бы сказали системы понимания мира. Правильно? Ну, то есть... И мне даже кажется, что автор имеет в виду не система понимания мира, а системы понимания мира. Потому что, как, видимо, у каждого может быть своя философия, как я понял. А, окей. Это на все важные для вас вопросы. Философия это не наука. Тогда система всё-таки, если она отвечает на все важные для нас вопросы. Именно система понимания... Цунадо пишет, что философия это не единая и не система. Ну, вот системы, скорее, системы какие-то. Ну, зависит от определения, действительно. И всё, чего спорят? Ну, потому что это имеет некое значение. Ну, вот понимаете, вот вы сейчас приходите в философию с ноги такой, опа, а у меня философия своя. А тебе говорят, а нет, а вот что такое философия. И показывают там на марксизм, там аналитическую философию, христианскую философию. У каждого своя догма, да? Каждый по-своему называет философию, обозывает. И вот платоник на платонизм покажет, марксист на марксизм. Аналитический философ на аналитическую философию. И это довольно ограниченный, глупый и, что самое главное, слепой подход. Ну, вот как бы оно вот так вот складывается. У каждого свои оправдания. Причем эта система может быть построена на абсолютно различных основах. Да, именно поэтому не одна система, а несколько. Ну, как минимум, системы. Я думаю, автор видео даже согласится, что лучше слово «система» было бы использовать ему в определении. Ну ладно. Философия может быть религиозной, она может быть атеистической. Да, и поэтому это системы, они разные. Она может быть либеральной. Марксизм — это эклектика, безусловно, в моем понимании, цена, да. А как иначе? ...консервативной, коммунистической, шизанутой, да какой угодно. Это как раз тот случай, когда каждый человек, считающий себя философом, имеет полное и абсолютное право создавать свою собственную систему понимания мира. Есть такое. Поэтому никакой науке с проверяемыми данными и с повторяющимися опытами здесь, говорится, не приходит. Проблема заключается еще в том, что наука — это тоже философская система, но просто в ней было принято проверяемые данные, проверяемый опыт и все такие вещи. В этом проблема то, что, например, в какие-нибудь там далекие времена, когда научный метод только возникал, какой-нибудь там Галилей, он что-то пытался проверить, а что-то проверить не мог с помощью своего метода. А сейчас, когда, не знаю, сотни людей, сотни, блядь, миллионы людей, ладно, не миллионы, но, допустим, десятки тысяч людей используют методологию науки, ну, десятки тысяч, да, люди, которые любят науку и называются учеными, их миллионы, но объективно научный метод используют лишь некоторые из них, и это, наверное, десятки. Десятки тысяч все-таки, да, людей, вот, используют научный метод. Так вот, они, они как раз сейчас, да, вот этим всем и занимаются, и пытаются с помощью определенной философской методики что-то, в общем, отыскать, обозначить, найти, исследовать. Ну, потому что Чигир почти никто из философов не любит философию. Вы охуеете. Вы охуеете, когда узнаете, каждый обоссанный марксист кричит, ну, это я философия, вы не философия обычно, а все другие философии он презирает, особенно новые, постмарксистские. И гигельянец, на самом деле, по большей части тоже. То есть, понимаете, в чем большая проблема еще заключается для многих? Процесс открытия истины закончился на их учении. То есть, да, есть несколько, вообще есть несколько заходов в философию. Это первое озарение, когда вы ни с хуя что-то придумываете, и такой, вау, ни хуя себе я крутой. А есть такие учения, которые... Не, я не хейтер доктора Живаго, и я не то, чтобы его даже читал. Я его не читал даже. Ха-ха-ха-ха. Да. Зачем мне быть его хейтером? Так вот. Приветствую, Дэниел, рад видеть. Так вот, смотрите. Первый заход, это такое вот озарение. Вы придумали идею, вот она, философия. Вот. А марксисты и гигельянцы, и многие другие представители разных философий, они видят эту картину так. Вот что-то было до них, это развитие философии. И в итоге они есть кульминация, высшая точка философии. И суть самой философии в них находится. И они разрешили проблемы философии, они все дали на них ответы, они молодцы. В общем, была достигнута истина. И философия в целом дальше уже не может существовать. Она выполнила свое предназначение, так скажем. То есть они с неким почтением могут относиться к той философии, которая была до них. Но к той философии, которая после возникла, они относятся с уважением далеко не всегда. Ну и более того, даже к той философии, которая была до них, они относятся скорее, знаете, с таким высокомерием, как, знаете, вот ступени на пути к развитию вверх. А на вершине марксизм или гегелианство, ну вот подставляйте разные учения, которые могут быть. Вот такой заход есть тоже в философию. Ну ладно. Ну а есть люди, которые просто берут, у них уже есть заведомо данная система религиозная, они просто пытаются привести аргументы под нее. Вот некоторые люди вот эту философию считают. Ну вот. Это миленько. И вопрос, что такое философия? Он даже не такой важный. Может легко придумать десятки намного более сложных определений. Самое важное, это зачем нужна философия каждому отдельному философии. Не, а гегель, он очень интересный, что самое главное, местами крайне продуктивный, мыслитель, у него крайне интересная система, и с его захода вообще можно вообще посмотреть на мир. Вообще, если так подумать, Маркс и гегель приблизили историю к науке. Вы неожиданно, да, охуеете сейчас, как так, что это? Но они, по сути, они сделали заход таким образом, что у истории есть свои естественные законы, условно. Что на самом деле, ну, нетривиальная на самом деле мысль. И может быть, их на самом деле и нет, этих законов истории, ну, вы понимаете. Но многие люди в них сейчас, в принципе, верят, и этот нетривиальный заход, он все равно, так или иначе, не только в марксистском или гегелянском дискурсе, он иногда проявляется. Ну, это довольно интересная просто штука, на самом деле. Нихуя нетривиальная. Ответ будет звучать так. Философия, как система понимания мира... Ну да, это сверхъестественные законы, но просто таким образом мы можем изучать историю как науку. То есть, в принципе, оказывается, есть какой-то великий исторический закон, который описывает всю историю, неожиданно, да, и мы можем фальсифицировать эту теорию каким-то образом даже. Вот, ну вот, ну вот, ну вот, собственно, да. Необходимо, чтобы человек пришел с этим самым миром... Только историки, кстати, не выкупили эту хуйню и просто забили. Но по факту получилось, что историкам похуй по большей части оказалось на это. Ну, потому что историки не хотят быть наукой. Им не хочется быть наукой. Вот все. Ну и на это нормально, кстати, что историкам не хочется быть наукой, потому что она занимается, ну, корень, ядро исторических занятий – это нечто совершенно иное. Полное равновесие. То есть, за настоящий философ это не тот... А, Вульф Кинг не во всей философии разбирается в бытие. Ну, косвенно, может быть, во всей, потому что бытие – очень широкое понятие. Но специализировано не во всей. Так, кто употребляет сложные, редко используемые слова и закручивает их витиеватые предложения. Настоящий философ – это не тот, кто познал Бога или его отсутствие. Настоящий философ – не тот, кто нашел смысл жизни для себя и для всего человечества. Настоящий философ – это тот, кто при помощи своей философии полностью примирился с этим миром и, соответственно, нашел свое собственное счастье. А если у настоящего философа... Вроде не все философы счастья искали, но... Если мы будем смотреть по тому, кого мы называем философами, и мы обнаружим, что далеко не все нашли счастье, и, может быть, даже не все его искали... Короче, такое. Ну, реально про стоицизм что-то, что-то в стоицизм его упирает немножко. Случается в жизни. Большие и маленькие проблемы, то он... Вольф Кинг пишет, бытие – основа философии, разве нет? Ну, вообще, понятие бытия в философии до Парменида, ну, не знаю, может, оно и было, но оно не было специфическим, то есть его практически не использовали. Понятие арха – первоначало. Мы можем сказать, что бытие и арха есть некое первоначальное бытие, допустим, можем, но при этом люди, рассуждающие об архе, они не то чтобы рассуждали о бытие. То есть бытие – это очень общий и очень абстрактный термин, и его появление в европейской философии, на самом деле, не особо обязательно. Его могло бы и не быть. Можно было бы заменить бытие в общем смысле каким-нибудь там, я не знаю, присутствием. То есть антологизация бытия в целом как чего-то неподвижного там и всего вот этого вот такого, честно говоря, во-первых, даже в рамках философии выглядит довольно странно, по крайней мере, потому что, ну, вот, ну, что-то вот мы не видим этого бытия, никак его не воспринимаем, с ним довольно трудно работать, и осмыслять его, что самое главное, не менее трудно. Это похоже на очень большую абстракцию. Во-вторых, мир вокруг, он вроде бы, при эстер-магеддон, и подвижен, и замечательен, а какие-то вот эти вот всякие метафизики, которые вот как раз отходят к дискурсу Парменида, ищут неподвижные основания мира, бытие, вот Бог вне времени, например. Очень парменидовский заход. И так далее, так далее, так далее. И такого очень много. И Аристотель со своим перводвигателем, и много еще чего. Куча какой-то херни, которая взята из головы, она при этом неподвижное бытие, но, честно говоря, что-то вот не очень понятно, что с ним вообще, что с этим бытием. То есть целостное, неподвижное, точное и строенное бытие постепенно, даже из философии, в принципе, постепенно улетучивается, и как тема, с одной стороны, и как, не знаю, основной концепт. С другой стороны, у нас появляется Хайдегер, который понимает бытие не так, как понимали греки. Ну, хотя он говорит, что он, наоборот, понимает это, он понял греков, он будет мстить и так далее, и так далее, и так далее. Действительно, пресс-слепой крот. Но, судя по всему, Хайдегер-то как раз и с греками поработал довольно предвзято, так скажем. Довольно своеобразно поработал с греками. И из этого у него получился свой подход к бытию, но вот бытие он определяет более частно, и не так это променит, короче. Поехали. Вооруженный этой самой своей философией, стойко и спокойно их преодолевает. Охуенно. И после преодоления этих проблем, снова возвращается к своему обычному, спокойному и взвешенному восприятию жизни. Охуенно. И здесь я еще раз прочитаю, что ты растишь я, с которого и начался этот ролик. Брут. О, Кассий, как же много горя у меня. Кассий, если пред бедами случайными ты падаешь так духом, то где же философия твоя? Вопрос поставлен совершенно справедливо. Охуенно справедливо. То есть чувак реально думает, что философия это стоицизм. Кстати, я замечу, что действительно определение философии, они варьируются от чистого театеризирования, когда у нас просто бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А равно Б, Б равно С, А равно С. Короче, типа того. Какие-то рандомные, абстрактные понятия. Приветствую Акумарат Идис. Так вот. Вот такого подхода, где у нас просто словесная схоластика, гимнастика идет, с одной стороны. То есть тотальная библиотекарская, тотально там университетская кабинетная деятельность. Здесь сидят фрики и рассуждают. До другой противоположности, где философия это чистая практика. Причем для многих людей такой заход кажется, что философия чистая практика. А да, философия чистая практика. Определенный способ взять и организовать свою жизнь, свой способ существования, свое отношение ко всему миру. Свои этические, политические и прочие, в общем-то, практические параметры. И вообще сформулировать свое отношение к практике как таковой. Какие практики допустимы, какие недопустимы. Нужен ли мне калькулятор или не нужен мне калькулятор. Нужна ли мне микроволновка или не нужна мне микроволновка и так далее, так далее, так далее. То есть мы в принципе довольно легко можем спустить философию в самые низы практики. И там рассуждать с ее помощью и устраивать свою жизнь. Так и на самые вершины теоретического рассуждения. И в этом смысле философы многие так и поступали. Мы называем философами людей, которые вот с этого самого низа, с самого дна практики, поднимались до самых великих высот нереальной метафизики. Абсолютно теоретической, схоластической, базирующейся на высказываниях. Просто абсолютный гигантский диапазон вот этого вот, того, кого мы называем обычными философами. Просто невероятно их разнесло, этих ребят. Вот. И проблема нередко заключается в том, чтобы объединить первых и вторых каким-нибудь образом. И, по-моему, большинство определений с этим не справляются. И в этом заключается основная проблема всех людей, которые определяют философию. Любым определением философии они выбрасывают из философии чуть ли не подавляющее большинство основных философов, которых мы изучаем по программе. Ну, а если не выбрасывают, по крайней мере, по своему умыслу, они не понимают, что они их выбросили, да? Они пытаются оправдать, ну, типа, ну, диаген, ну, типа, вот этот синопский. Нет, он не просто хуй дрочил на площади, он не просто ел из плошки. У него там были аргументы, он доказывал там чё-то. Нет, он дрочил хуй. Вот когда вы доказывали, он вам в рот вот так пу-пу-пу, короче, стрелял. В этом и суть его философии, что он вас расстреливал в свою хуя без остановки. Вот, вот это, вот это мысль. Истинный, истинный титан и гигант. Да, то есть, понимаете, начинаются не очень убедительные оправдания тех мыслителей, которые, ну, например, если вы подходите с захода, что философия это аргументация, и вы очень хотите, чтобы большинство философов, ну, типа, аргументировали. И вы такие, ну, Жан-Жак Руссо, он тоже аргументировал. Ты открываешь книгу Жан-Жака Руссо, а он там, блядь, речевками говорит ебучими. То есть, там от аргументации, ну, не во всех книгах, по крайней мере, у него, ну, ее там мало. Он просто дает определение и говорит, вот так вот, блядь, есть, бери, блядь, свои свободы в свою жопу и, короче, пиздуй. Ты гражданин, чувак. Все, все охуенно. Ты, блядь, блядь, свободен. Ты, ты классный, чувак. И все. И все, а как бы, понимаете, в чем большая проблема? В том, что большинство философов, например, под критерией очень, очень высокой степени аргументативности подписать, ну, очень трудно. Ну, прям, ну, надо оооооооочень сильно постараться. Прям, ну, ну, вот так вот. И все равно не хватает силушек. Ты прям, знаете, знаете, когда вот эти вот чуваки со штангами, да, вот так вот берут, берут вот так вот, опа, опа, приседают и такие вот. И такие. Вот так вот с людьми, которые пытаются определить философию через какой-то, ну, очень частный и плохо работающий критерий. Ну, типа аргументация. Ну, потому что ты пытаешься объяснить этих всех философов, как, ну, вот, типа, либо аргументирующих, либо занимающихся вопросом философии, вот этим вот известным. Ну, Максим, у кого угодно есть какие-то аргументы. Другой вопрос. Он, как философ, был сконцентрирован на том, чтобы, блядь, создавать аргументы и как-то их озвучивать. Вы почитайте подавляющее большинство текстов Жан-Жака Руссо, они очень простые. И большинство из них почти что бездоказательны. Ну, то есть, ну, скорее всего, у Диогена были аргументы, почему он, короче, дречит. Ну, мы даже знаем этот аргумент, вот бы так легко можно было утолить голод, потирая живот. Тоже аргумент, да, для того, чтобы дрочить на площади, ребята. Запомнили? Используйте, используйте каждый раз, когда будете делать это на площади, обязательно. Иначе полиция не поймет. Вот. Ибо настоящий философ, любое горе, любые беды, должен встречать с готовностью. Не, ну, просто если мы так посмотрим, подавляющее большинство философов не были настроены на глубокую, серьезную, продуманную аргументацию. И я бы даже сказал, что даже Платон и Аристотель не были полностью под нее заточены. Так-то, ну да ладно. С пониманием. Приветствую, Адам. И, кстати, позиция маргинала, когда он говорит, что философия – это аргументировать. Это правит аргументировать и аргументировать в плане логики. Понимаете, позиция маргинала максимально последовательна. В отличие от всяких других людей, не самых далеких людей, да, которые придерживаются похожего определения. У маргинала хватает смелости, или глупости одновременно, и смелости, и глупости, и всего остального. Ну, иметь смелость в философии очень важно, я считаю. У него хватает смелости пойти до конца. Он дал определение, и он говорит, все, блядь, с Фреги начинается нормальная аргументация. Все. До этого, блядь, философов не было. Юма, Аристотель – это просто там предшественники, ну, вот, ну, они хорошие, но вот не до конца, короче. Они тоже такие, типа, философы. А вот с Фреги там дальше, Рассел, Мура, Хуюра и так далее, вот здесь уже начинается какая-то там философия. Вот. Вот, понимаете? И когда Кукич идет до конца, он просто выпиливает почти всех из философии. Но это соответствует определению. Но это соответствует определению. Как маленький плод в океане, который не рвется... Да, мне просто скучно, блядь, стойков поздних обсуждать. Я просто не люблю поздних стойков, понимаете? Мне просто нравятся древние стойки. Вот он бы там про мировой огончень сказал, про пневму ебнул. И не плывет против ветра. Маленький плод просто качается вместе с волнами во время любого шторма. Вверх-вниз, вверх-вниз, вверх-вниз. И он всегда сохраняет свою устойчивость. Я не просто дошел до Кукича, я его похвалил за последовательность. Понимаете, в чем дело, Сергей? Ну, несмотря на то, что его определение, оно заведомо сведено к абсурду, потому что все философы перестают быть философами почти. Но он хотя бы последователен. Быть уже дальше некуда. И вот пришел твой последний час. Тогда как? Ну, а тогда тем более. Настоящий философ просто обязан умирать более-менее спокойно. Страха смерти для него существовать не должно. Конечно, не хочется там погибать здесь в падающем самолете. И в такой ситуации... Так он реально просто по стойкам решил пройтись. Ну, бывает. Ну, стойков уже... Ну, не, сейчас эта философия популяризируется, но... Ну, вот, ну, вот. Ну, вот, если лежишь в больнице, умираешь себе от старости, то никакие старички там громко от страха не кричат. И руками за голову не хватаются. Нет, лежать я спокойно. Я тоже как-то умирал от боли. Почечная колика прихватила, так скрутила, пока ехал на скорой в больницу, что уже сам хотел помиреть как можно быстрее. Подвел все жизненные итоги и смирился с неизбежным. Но меня поставили на ноги за несколько часов. То есть, такая своеобразная тренировка умирания произошла достаточно полезная. Ведь тогда я даже еще и не был философом. И только потом осознал все эти процессы, происходившие... А потом стал неожиданным. ...в моей голове. Нет, смерть не страшна, когда она сопровождается старостью и болезнями. И часто в таком случае становится просто... Приветствую, Q1KST. ...для этого даже и философия не нужна. Там тело само все подскажет. Работающая философия намного более необходима для жизни. И здесь и происходит водораздел между правильной и неправильной философией. Если ваша философия только ставит вопросы, но не дает на них ответов, то вы не можете считать себя настоящим философом. Почему? Ну, то есть он вначале дал одно определение философии, которое противоречит почти всему тому, что он говорит. Ну, у Аристотеля, скорее всего, Максим, у Аристотеля, безусловно. Одним из первых, вот этот дискурс с определением Аристотель начинает, на самом деле. Хотя, вроде бы, и Платон, и Сократ немножко к этому подходят, но они это не выражают как концепт. Потому что, не получив ответы на важнейшие вопросы, вы никогда не успокоитесь. Если же ваша философия дает ответы, которые не уравновешивают вас с этим миром, то от этого точно так же нет никакой пользы. И такие размышления не приведут вас к счастью. А если ваша философия не приводит вас к счастью, то такая философия бесполезная, а значит и неправильная. Ну, я не одобряю наркотики, но философия наркотиков может привести к счастью, хоть и временному. Более того, мы как стойки смерти не боимся, и мы не одобряем, кстати, наркотики. И все, еще раз повторяю, да? Но при таких рассуждениях, в принципе, короткая, бесстрашная жизнь, но счастливая, может быть обеспечена наркотиками. Не одобряем, вообще не одобряем. Вот. Конец. The end, короче. Круто, круто. Закончили. Очень простой способ, никакая философия не нужна. А как же умеренность в благах? Какая умеренность? И что здесь наркотики? Мы не одобряем наркотики. Ну, как пример, коммунистическая марксистская философия основывается не только на том, чтобы описать устройство мира. Бой, Гай, про котов я уже не помню, вроде бы. Так вот. Так вот. Вы можете просто всю жизнь потратить на то, чтобы накопить деньги на определенные вещества, которые мы не одобряем, кстати, и прожить по данному автору видео как настоящий философ, не боясь смерти? Эта философия самым прямым образом призывает менять этот мир под себя. То есть не плыть по волнам, а наоборот, ссать против ветра. Уже одним своим построением марксистская философия создает психологические проблемы своим последователям. Сначала она разделяет людей на классы, затем она призывает эти классы уравнивать и уничтожать. Также она делит исторические общественные формации на феодальные, рабовладельческие, буржуазно-капиталистические, коммунно-теоретические. И как только начинается такое разделение, значит обязательно снова нужно куда-то бежать, махать флагами, за что-то бороться и кого-то расстреливать. Это все называется неработающая философия. Почему? Просто у них философия заключается в том, что она сподвигает к действиям таким вот, да, таким радикальным, таким бывает. Неодобряем мы такие действия, безусловно, но там как бы весь базис для этого. Чтоб потом было счастье, чтоб потом было солнце, чтобы дядя злой капиталист вас не использовал и, соответственно, не портил жизнью другим бедным людям. Вот. Все просто. Все довольно легко в данном случае. Поэтому вы никогда не встретите счастливого марксиста. Они всегда будут чем-то недовольны. Ну и что? Всеобщим неравенством, уровнем жизни, своей несчастной судьбой. А причина-то совершенно не в этом. Причина в изначальном ошибочном философском подходе. Или вот, например, религия. В иудаизме, когда нерелигиозный человек возвращается в религию, то это называется лохзор лятшува. То есть вернуться к ответу. Подразумевается, что истинно верующий человек должен получить все ответы на свои важнейшие вопросы. Блин, я перестаю его слушать и смотрю на котиков. Блин, ребят, простите. Простите, я... Я что-то запопутал сейчас. Что-то котики сильно там дерутся, и меня как-то это загипнотизировало. Наверное, нет ничего хуже, чем поставить на фон своих рассуждений по какой-либо теме, особенно философской, на заднем фоне котиков. Потому что котики реально отвлекают. Котики отвлекают. Углубившись в религию, хорошо ее изучить. Шальные котики. Если это учение уравновешивает его с этим миром. Если это делает его счастливым. Что это, блядь, за боксер ногами? Что он там ногами-то делает? Что он ногами тычет? Ублюдок. Мать его. Давайте убьем его вместе. Давайте этого ублюдка порешают. Что за хуйня? Эй, ублюдок малолетний, что ты делаешь? Ублюдок младший. Почему преодолевать самые сложные жизненные обстоятельства? Да пошел ты нахер, чувак. То мы можем признать такую религиозную философию. Что за бред? Правильной для данного человека. Ты не честно. Но, к сожалению, религиозная философия работает не на всех. Блядь, он убил его нахер. Потому что, например, язву... Он убил его... Блядь, о! Месть! Месть пошла, смотрите. ...такие вопросы, на которые религия не могла мне ответить. Не пришлось искать эти ответы в другом месте. Да он, блядь, по глазам прям хуярит. Мудак, блядь, тупой. Мудак тупой, блядь. Он нарушает правила. Какие лапы задние? Не трогай задние лапы. Не используй. Мудила, блядь. Я те лапы оторву. Мудил. Мудак, блядь. Нечестно. Нечестно. ...собственной голове. То есть, в данном случае, напрашивается вывод. Этот мелкий лежит и с хвостами играет тот, который слева сейчас уже с обоими. Что одна и та же философия может быть одновременной и верной и неверной, работающей и не работающей для различных людей. Ну, а если ваша религиозность не уравновешивает вас с миром, а наоборот заставляет куда-то рваться и за что-то бороться, то это точно так же, как и с воинствующими марксистами. Такие люди никогда не смогут успокоиться и стать счастливыми. То же самое можно сказать и о воинствующих атеистах, да и о ком угодно. Если вы постоянно нервничаете и напряжены, если вы всё время на кого-то обижены, если вам всегда чего-то не хватает для счастья... Ну, чувак, он то ли Пьер Адо прочитал, то ли ещё какую-то херню. Понимаете, Пьер Адо стоит прочитать, чтобы понять, что есть такая позиция, что вот философия, она носит сугубо практически характер. Но, с другой стороны, к этой позиции относиться прям максимально серьёзно, на мой взгляд, не стоит. А можно попугайчиков? Можно. Попробуйте. То есть, это такая философия, которая, ну, типа... Да, бывает, она бывает практической, в том числе. Он сказал, что ничего не читал. Ладно, окей, хорошо, ничего не читал, бывает. Поддерживаю, молодец, сам придумал так что. То это означает только, что никакой вы не философ, а самый обычный человек, пока ещё не разобравшийся о самом себе. Бля, 105 тысяч подписчиков у чувака. Я там в описании постараюсь выложить какое-то количество своих философских видео, которые, возможно, объясняют моё понимание жизни. Но системного подхода у меня к этому нет. И свои философские идеи я так или иначе применяю практически в каждом ролике. Потому что это уже неотъемлемая часть моей жизни. В принципе, на этом можно было бы и закончить. Но я хочу привести... Блядь, философия Хованского, сука! Аааа! Ну да, философия Хованского! Настоящий, блядь, философ современности! Вот он! Вот он! Ну, хотя бы страдает. Некоторые примеры из практической философии. А так как лично я никогда не изучал всех этих Аристотелей, Сократов, Кантов и Гегелей, и прочую хуйню, да. То придется искать кого-то более подходящего среди современных персонажей. Так, у Хованского вроде наоборот довольно нормисное представление о мире. Насколько я вообще помню. Насколько я себе представляю Хованского. Она же. Я знаю двух блогеров, которых можно назвать философами. Первый это Юрий Хованский, который на данный момент сидит в тюрьме. Проблема Кадавра, например, в том, что он, ну, идиот, простите. Ну, не то чтобы совсем идиот, он не глупый, но он мог бы стать умнее, если бы постарался. Но он не самый, короче, философ. Вообще, вообще, как бы. По сравнению с ним, наверное, даже с Кадавром. Именно с Кадавром. Кадавр дальше будет. По сравнению с Кадавром. Наверное, даже философом можно назвать, как этого чувака, который разумизм придумал. Ну, вот его даже можно назвать философом. За свои глупые пьяные шутки, сказанные около десяти лет назад. Во, ванамас, ванамас. Ему продлевают заключение каждый месяц. И неизвестно, когда это закончится и что будет дальше. До своей посадки Юра был настоящим философом. Правда, под постоянным воздействием алкоголя. Но он в своем понимании мира плыл по волнам. Был более-менее счастлив. Философия Хованского. Сейчас я покажу приблизительно, как выглядит. Сейчас, ребят, философия Хованского выглядит приблизительно... Если бы у философии было лицо, если бы у философии было лицо, философия Юры при всем уважении, несмотря на то, что мы его, как бы, это... Респектуем, да, как человека. Но вот она выглядела приблизительно бы вот так. Как у этого котика. Видите котика? Вот приблизительно вот так бы она и выглядела. И даже, в принципе, был готов смиренно помереть от своего алкоголизма. Не знаю, сохранит ли он свой философский подход в нынешних печальных обстоятельствах. Но обо всем... Философия Хованского заключается в том, что нужно умереть от своего алкоголизма. Охуенно. 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 Охуенный подход. Мое почтение. Ну, Хованский пытался бросить. Давайте честно заметим. Он для этого делал много. Закупал всякие игрушки. Там вот эти вот фигурки. Всяких вот этих вот чувачков, которых собирают наши тоже зрители некоторые. Ну, да. Кадавр, чисто батя. Какой он там философ. Ну, смотрите. Чтобы сказать, что у философии есть у Хованского, чуваку пришлось какую-то философию алкоголизма вытащить. Что? Ну, мог бы рассказать, какие идеи использует Хованский. Каким дискурсом апеллирует, например. Ну, то есть мы можем... Хованский сейчас вообще-то бросил. Ну, да. Бросил пить, действительно. Так вот. Мы могли бы привести какие-то идеи, которые он озвучивает. Там идеи гедонизма, эгоизма, скорее всего, у него есть. Еще какие-нибудь там идеи. Может, абсурдности бытия. Там еще какую-нибудь хуйню банальную из философии достать. И вот сказать, вот Хованский считал, что вот это вот так. Ему нравилось так жить. Жил пацан по кайфу. Было хорошо. Ну, вот. Вышеописанным причинам Хованского я давно не слушал. Обсуждать мы его не будем. Стоп! Ты сказал, что будем, а потом не будем. Пиздец. Хороший чувак, спасибо. Мог бы закончить видео раньше. А поговорим лучше про Константина Кадавра. Константина, второй известный мне блогер, которого можно назвать философом. В том смысле, что у него явно философский склад ума. Он умеет оригинально мыслить и рассуждать. Но на вопрос, счастлив ли он. Я бы, кстати, не сказал, что Кадавр умеет оригинально мыслить и рассуждать. И в этом, наверное, одна из проблем, гигантских проблем Кадавра. То есть он вроде бы выдает какие-то нормисные мысли, причем настолько нормисные, насколько только можно себе вообразить. И все. Ну, конец. Там, без доказательств, без какой-то системности. Ну, бог! Бог! Без бога мне было бы плохо. Ты бы без бога пошел бы и убивать начал. Я бы без бога пошел бы и убил вас всех нахуй. Вот такая вот... Вот такая хуйня малят. Пока, пока. Мыслиха мысли этого Кадавра. Буквально. Как быть без бога? Как быть без бога? Ко-ко-ко-ко-ко, блять. Пошел бы всех убивать. охуя оригинально оригинально да главное что оригинальный как интересно боже мой у кадавра очень простые мысли ну то есть проще мысли наверное у какого-нибудь там не знаю совсем уж гопника наверное вот просто просто уличный гопник который просто но тёлок хочет шпарить вот так вот как бы типа все все как бы да вот есть наверное люди у которых мысли все сосредоточены на том чтобы там баб ебать все все вот вот у чувака все бытие в этом он помещен в бытие у него блять цель короче попасть между ног женщине вот вот она и он к ней движется понимаете он к ней движется если не получается он бухает вот такой человек наверное похуже кадавра но не важно что кадавр там с образованием и без образования без образования можно быть достаточно умным ну например док док нормальный он он без образования в по крайней мере но уж точно без философского да и вообще вроде без образования но при этом док будучи без образования даст он же без образования вроде он не говорил про это он достаточно умен хорош догадлив в общем много-много может могит парень могит короче понимаете в чем дело в принципе когда мы с ним беседовали мы беседовали на равных и вообще редко редко так получается что вау ничего себе как интересно а окна бро очень плохие простые простые плохие нет просто время просты очень простые примитивные и тривиальные мысли которые ну чтобы добыть их достаточно чуть-чуть почитать книжек там берешь открываешь какого-нибудь там и же жан-жака пуссо блять я не знаю жак и фокусто там сра отра блять и все вот эту хуйню все ты сразу уже все раскрываешь всю истину максим пишет кадавр настолько оригинальный что на пиф обзор хови принес хайникин клинской и бад даже я знаю эти марки пива ну вот неважно что он принес на пиво обзоры но самое главное что у кадавра я не не слышал ни одной и такой вот и по воистину интересные мысли которые я когда-либо не слышал причем не то чтобы от философа от литератора причем не просто от литератора от литератора классической литературы как ни странно да то есть то есть у человека есть некая начитка судя по всему но он просто берет и самые банальные идеи оттуда выбирает и транслирует что печально он константин кадавр честно откровенно отвечает что он не может назвать себя счастливым и называя совершенно правильную причину он задает важные вопросы и не находит на них ответов я на эти вопросы ответы нашел не факт что мои ответы устрою всех в том числе и самого константина кадавра но я просто покажу пример каким образом я рассуждаю отвечая на конкретно поставленные философские вопросы насчет счастья нет в целом и боюсь что нужно сказать что я несчастлив и это не признание какой-то там хтоничности это скорее мировоззрение то есть нужно что-то он пополнял понимать что не будет никакого счастья в моих глазах не будет момента когда вы зададите вопрос и я скажу что ящик ногой гая если бы они смогли структурировать свое мировоззрение как-то выкинуть оттуда всякого говна не уэджи вскому не мог быть может быть даже философами были бы давно после потому что ну вот вот такой я человек не то что я вижу плохое а то что я человек постоянно саморефлексирующие задающие вопросы вселенной и мои вопросы они глобальнее чем просто пристроил ли я свою семью да ты просто блять охуенный чувак как приблизительно там семиклассник прочитавший классическую литературу сука ты просто гений мои вопросы глобальнее глобальнее чем пристроил ли я семью там я такой глобальный у меня такие глубокие вопросы я не могу быть удовлетворен из-за этих вопросов оооо какой я у блёть какой я молодец живы здоровые или вот это весь кадавр просто ну охуенный охуенный философ моё почтение ты мои дети жена меня волнуют глобальные вопросы тварь я дражащий но джон дай эклектика правы имею что я за существо что есть жизнь для чего всё это дали нахуя нахуя спрошу вдруг я и философия готова ребят да нахуя спрошу вдруг я и какой в этом смысл какой свой блять в этом нахуй смысл просто оригинальные вопросы оригинальные решения константин кадавр просто просто гений чем понимаете в чем проблема почти все эти вопросы они происходят ну конечно отчасти из философии но побольше части из литературы почти все вопросы которые были перечислены они регулярно транслируются литературой человек скорее всего не читал много философия если читал то ну очень плохо читал это во первых а во вторых ну это просто транслируемой литературой кинематографом и прочими видами искусства вот такие вот темы поднимаем и типа вечные темы и знаете знаете а вот пушкин правда у него была бы печная тема любовь вечная тема страдания вечная тема кто я зачем я каково мое место в мире какой смысл у всего очень-очень литературная хуйня но причем почему она литературная да она изначально как бы вопрос о смысле жизни они возникли в христианстве христианской философии там развивались ну блять я не уверен что он читал комментарии к библии блять все я не думаю что он читал отцов церкви я не думаю что читал схоластов и поэтому мне есть подозрение что он просто из литературы взял и все смысл существования меня как единицы какой смысл моего разума я не понимаю вопрос какой смысл моего разума и моего сознания и что будет после смерти место родом знаете некоторые аналитические философы тоже не читают историю философии почти в принципе полностью говоря что-то не бака фича то есть допустимо вообще в принципе до сократики мало читали философ потому что их не было и это было тоже допустимо что будет со всеми нами после смерти ну какой смысл существования нас как человечек как вида понимаете и вот в этом в невозможности ответить на эти вопросы поскольку поставлены вопросы слишком сложные и заключается момент который объясняет почему я не могу быть счастлив понимаете если бы я поставил перед собой цель конечную там заработать миллион долларов то я мог бы заработать миллион долларов хочу мне заработать миллион долларов лучше бы эти вопросы лучшего лучше бы заработал миллион долларов чем отвечать на эти вопросы серьезно и в этот момент я был бы возможно искренне и по-настоящему счастлив или поставить перед собой цель родить ребенка или чтобы он закончил там 18-летие там с золотой медалью если вы были такие цели но мои цели как человека с философским взглядом на окружающий мир они больше чем это все понимаете больше чем каждая из нас как единица жизни и вот и я не могу найти ответы на эти вопросы то есть я как самурай который будет всю жизнь искать ответы на эти вопросы не приблизиться к ответам но смысл жизни самурая это путь они цель я не прихожу никаким выводом и меня не успокаивает путь вот я все время говорю что да действительно охуенные вопросы дичек которые к философии не имеет никакого отношения есть такое самурая есть только пути и нет цели но это ведь меня не успокаивает понимаете то есть я как-то не нахожусь над всем миром например там не чувствую себя это как просто пришел к преподу по философии пьяным сдал на 5 ну типа того ну действительно ну и в этом весь соответственно кадавр его гениальная философия да я шучу никиту было смешно вы такой раз до 3 а на 3 я вас забанил ницше к сверхчеловеком вот может быть какой-нибудь ницше ты считал себя лучше остальных из-за того что он что-то понял о себе а я не нахожу ответов я иду по этому пути и этот путь мне не нравится понимать иди по другом пути чё тебя эти в чем проблема ну вот как ты блять бедные несчастные какой ужас как видите вопросы сложно серьезно человеку философию даже прикасаться лучше бы не следовало чеку не философия литература испортила жизнь давайте будем честны человека обосрана испорчена жизнь ёбаной литературой просто уничтожена в хлам он задает эти вечные вопросы они нихуя не вечные вообще на них можно было бы даже не отвечать и даже не пытаться на них отвечать и спокойно себе жить вместо этого чувак в общем-то создает себе дополнительные проблемы и действительно он решить эти проблемы не может не сможет ему даже лучше не пытаться это делать какой голос на заднем фоне не знаю озвучено много и мы сейчас их быстренько всех по щелкаем он за минуту по щелка вернее не сейчас а в следующем ролике на этом канале должны которые назову ну что-то вроде в поисках бога с константином када по щелкает